Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Иисусу, родшуся Вифлеем иудействием, Во дни Ирода царя севал свет восток, Приидоша в Иерусалим глаголюще, Где есть рождейся царь иудейский, Видихамбо звезду Игона востоце, И придохам поклонитесь ему. Слышав же Иродцарь, смутися, И вся Иерусалима с ним, И собрався первосвященники и книжники людские, Вопрошаши от них, где Христос рождается, Они же рекоши ему Вифлеемию действием, Так обописанно есть пророкам, И ты, Вифлееми, земля Иудова, Ничим же меньше и сива в владыках иудовых, Из тебе бы изыдет вождь, И же упасет люди мои Израиля. Тогда Ирод-Тай призвавал хвы, И испытоваши от них время явшейся звезды, И, послав их Вифлеем рече, Шедши, испытайте, известно, отрачати, Игда же обрящите, возвестите ми, Якодоясшит, поклонюсь ему. Они же, послушавши царя Идоша, И все звезда, и уже видиши на Востоце, Идяши пред ними, Донде же, пришедши ста вверху, Идя же бед рача, Видевши же звезду, Возрадовавшись радостью, велю и зело, И пришедши в храмину, Видеши от рача, С Марию, Матери Его, И падши, поклонишися ему, И отверзши сокровище своя, Принесошему дары, Златые ливаны смирну, И весь приемши во сне, Не возвратитеся к Аироду, Иным путем от Идоша Во страну свою. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня понедельник, 27 февраля. И сегодня мы с вами читаем Евангелие от Матфея, читаем главу 2, с 1 по 12 стих. И сейчас давайте с вами откроем русский перевод Нового Завета и послушаем, как звучат сегодняшние вангельские строки на современном нам с вами языке. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дне Ирода царя, пришли в Русалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему Вифлеем Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше выводства Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, которого пасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, вывел от них время появления звезды и, послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте, младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которые видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, мать его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Вот такие евангельские строки сегодня мы с вами слышим. Продолжаем с вами читать Евангелие от Матфея, который мы с вами будем стараться в течение Великого Поста читать. Вот так вот по порядку. Сегодня мы с вами слышим о том, как весть родившимся Спасители достигает языческих стран, таких как Персия, потому что по преданию оттуда вот эти вахвы пришли. Ну, весть каким образом? Удивительно, чудесно. Потому что, понятно, никто из феудеев тогда не мог пойти возвещать об этом. Да, апостолы еще и были явлены миру. Господь еще не призвал их. Некоторые из них даже еще вообще и не родились, такие как апостол Иоанн. Здесь Господь вот так вот удивительным образом призывают уже языческие народы в Церковь Христову. Те волхвы, о которых сегодня мы говорим, они по преданию приняли христианство, потом уже позже, уже от проповеди апостольской. Вот сегодня они являются одними таких из первых представителей людей, которым было возвещено родившимся Царе Израильском, истинным Царе Израильском, Царе, который является владыкой всей вселенной, является Господом всего. Конечно же, до конца они не знали, кто пришел в мир, но вот тем не менее, Господь им это открывает. Люди, скорее всего, были и благочетивы, и праведны, ну, праведностью, наверное, вот этих языческих нравов. Почему такое мы с вами можем утверждать, такое мнение? Потому как человек, живущий такой вот безнравственной жизнью, он большинство не способен услышать и понять призыв Божий. Потому что воля Божия воспринимается все-таки в первую очередь сердцем человека. Ее надо почувствовать, чтобы сердце согласилось с этим. Сердце, которое находится в плену страстей, голос Божий слышать, в общем-то, не может. Читая послание апостола Павла, там, послание Тимофея, есть такое выражение, Павел, упоминая о каком-то вот человеке, говорит, что человек, тот потерпел кораблекрушение веры своей, именно живя ненравственно. То есть, вот такую вот закономерность тот указывает. То есть, тот перестал следить за чистотой души своей, стал согрешать, где-то вольно перестолкается, и вера, какая ни была бы сильная, в итоге иссякает. То есть, человек перестает ощущать Бога, перестает чувствовать. Вот эти вот они поняли волхвы. Они вот собрались и пошли. Ход из востока, еще расскажем, по мнению стихотцов, они были с Персии, потому что, в общем-то, в Вавилоне сохранялась еще память о тех чаяниях, что ли, иудеев, что вот однажды явится истина, царь израильский, а лица явится мессия. То есть, здесь вот они вот это все сопоставляют и идут в иудеи. Так, ну, что мы видим? Господь рождается в Вифлееме, в иудейском дне царя Ирода. Ирод великий здесь упоминается, царь, который не иудеем был по крови, и думеянином. В общем-то, и здесь уже на нем заканчивается то, о чем было однажды сказано в Ветхом Завете, что когда отымется скипетр от иуды, то есть, царская власть, она закончится в колене иудовом, то тогда явится мессия. Вот здесь вот, в общем-то, так оно и происходит. Мир является первым таким, хоть вроде бы и царем, много себе мнящим, думающим, очень сильно зато власть цеплялся, как говорят об этом толкователи, хотя, в общем-то, власти на самом деле не имел, потому что был утвержден грейским императором, потому как иудея тогда входила в состав провинции Римской империи. Но здесь вот приходят вот эти вот мудрецы, волхвы с Востока, приходят в Иерусалим, как такое центральное место иудеи, и задают вопрос уже там, видимо, людям, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду на Востоке и пришли поклониться ему. Но вообще вот этот обычай приходить на поклонение, новому царю настолько существовал. Так вот здесь ничего удивительного как бы нет, что они идут. Явление какое-то весьма необычное они увидели. Это есть разные точки зрения и у ученых, и у святых отцов толкователи, что это за звезда была. Или это просто по наблюдениям астрономов в то время было для человеческого взора с поверхностью нашей планеты соединение нескольких звезд в одном месте. И особо яркое такое явление было. Или это была явленно какая-то особая ангельская сила таким образом. Ну, в общем-то, не суть важна на самом деле. Самое главное, что вот эти ученые восточные болхвы, изучая небо, увидев этот явление на небе, они для себя делают такой вывод, что так и так что-то в мире должно произойти. Здесь мы не говорим о какой-то астрологии, о каких-то духовных связях между светилами небесными и судьбами людей. Нет. Просто здесь, как об этом ситуации упоминают, бывают некие как бы закономерности, что в мире окружающем проявления некоторые, они предупреждают человека о каких-то уже событиях, что ли, нравственных уже в среде человеческой. Ну, так и здесь. Здесь приходят в Иерусалим с вопросом с таким, а что дальше? Услышав это, Иерусалим встревожился, весь Иерусалим с ним. Почему Иерусалим встревожился? Все это объясняется его жаждой власти. Слышав о том, что родился царь Иудейский, он, несомненно, впал в страх, то есть я, соответственно, царство свое лишусь. Он понимает, что царь Иудей является незаконным, но, тем не менее, он за власть своими силами держится. После деятельства толкователей был он весьма жестокий, многих ближних своих и родственников своих уничтожил, опять же, из-за страха потеряет какую-то власть. Ну, это вот страсть, она властолюбие, она человек, одетый подозрительным, и жестоким, и немилосердным, и так далее. Так вот и здесь. То есть Иерусалим здесь, он действительно служит дьяволу вот этими своими страстями. Почему есть Иерусалим встревожился? Ну, здесь, скорее всего, говорится о тех подданных приверженцах царя Иерода, которые также получают какие-то материальные блага от власти Иерода здесь и не тревожатся. Что, ну, а ну, как действительно кто-то предновоправитель, а куда же мы пойдем? Ну, правда же, часто так оно бывает. Ну, а потом вот это тут знание о гневе, о ярости, о немилосердии Иерода, конечно же, многих пугает. Что он там своих ближних не пощадил, детей даже своих убивал, и из-за вот страха власть потеряет. Так он сейчас, соответственно, и здесь начнет направо, и налево голову рубить. В общем-то, да, все боятся. Что дальше происходит? Иерод собирает всех первосвященников и книжников народных. Спрашивал у них, где должен родиться Христу. То есть, несомненно, что здесь мы еще видим? Он говорит, где должен родиться Христу. То есть, он понимает, кто родился. Это очень важно. Что не просто какой-то правитель политический он появился. Он знает, опять же, до изучения, из преданий, из пророчиц, что вот сейчас должен родиться Христос. Многие ожидают его. Такие лучшие представители людейского народа, как Симеон Богопримец, Анна Пророчица, которая в тот момент в общем-то там же в Иерусалиме были. Потому что, кстати, волхвы пришли уже после обрезания и сретения к Господне. Что здесь уже до после сорока дней на земной жизни уже спасители. То есть, и здесь Иерод, он подозревает, что рождается Христос. Вот и спрашивают здесь про священников, что где он должен родиться. Видимо, что у него вот это желание уже Христа преследовать, именно Христа преследовать его наполняет. Уже такое богоборчество здесь оно в его уме присутствует. Они же сказали ему в Ифлеме Иудейском, ибо так написано через пророка «И ты выфли ем земля Иудина, ничем не меньше воеводства Удиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиль». Вот тоже важный момент. Смотрите, здесь первосвященники, книжники, они тоже понимают, кто родился. Они соглашаются с мнением Иерода, что это Христос родился. И они буквально Иероду вот это вот выкладывают, что вот там-то и там-то. То есть, тем самым, они отдают родившегося богомладенца Христа уже так вот потенциальный урок Иероды. Еще нет у них суда синедрена над Христом, еще не кричат они «Пилату распни его, распни его». Но вот это вот уже предательство Христа, оно наступает уже вот в этот самый момент. Очень важная эта вещь. Видимо, что вот эти вот высшие что ли слои населения иудейского, да, руководства, уже здесь вот не желает свою власть, которых, в самом деле, у них и нету, но тем не менее не желает ее делить ни с кем. Они готовы против Бога идти, в том числе. Так, Тейра тайно выпризвав фолхвов, от них узнает, выведал от них время появления звезды, то есть уже что-то сопоставляет, что так и так, вот тогда ты появилась звезда, значит, тогда ты родился, Христос, только это время не прошло, и уже примерно уже знает младенца, кого состоя из каи. И, соответственно, отсылает их так вот коварно вифлеем, чтобы их руками, что ли, уже после этого буквально взять Христа, чтобы уже точно уже пришли, нашли, в коем доме там живет, уже туда направить убийцу. Но все это он, смотрите, вот так лукаво, лицемерно скрывает тем, что вроде бы я потом сам приду поклониться ему, вроде бы мне помогите. Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели на востоке, шла пред ним. Но здесь уже, скорее всего, явно разговор идет о неком чуде, то есть некая ангельская сила. Ангел там в виде звезды перед ними идет. Все это уже как бы такое некое сверхъестественное явление. Конечно же, они в виде это радуются, в виде подтверждения своим ожиданиям и мыслям. Но приходят к тому дому, где был младенец. Войдя в дом, увидели младенца с Марией, Матерью и его. И пав поклонились ему. Открыв сокровища свои, приисли ему дары. Золото, как царю, ладан, как Богу, и смирно, как человеку, который должен умереть. То есть, конечно же, все это промыслительно устроилось, но, опять же, они, неся такие дары, они уже где-то предчувствовали, кого они встретят. Не понимающий толк и не имея вот этой правильной истинной веры во Христа, они уже сердцем чувствовали, кто там будет. Не просто человек, а Бога-человек. И получив осне откровение возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, дорогие наши братья и сестры, помоги нам Бог его помнить. Читали мы с вами Евангелие от Матфея, 2 главу, с 1 по 12 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!